Ну, теперь давайте перейдем к новостям. У нас сегодня очень много будет с вами разговоров совместных. Я особенно прошу, причем вполне скоро, мы будем говорить с таксистами. Тему потом объявлю. Мне нужно будет, помните, я всегда прошу вас, и вы идете мне навстречу, чтобы вы положили, например, телефоны, а мне звонили там либо врачи, либо юристы. Вот в этот раз будет таксисты, потому что Юбер приходит в Украину. Ну, Лена Кузнецова, знаешь такое Юбер? Не знаешь. Вот видишь, ну, бла-бла-кар, знаешь, это такое, да? Помнишь, где тот парень исчез, и, кстати, так и непонятно, нашли его или нет, но ясно, что он уже не живой, там кого-то поймали или кого-то не поймали, вот эти вот его убийцы, они за границей, который на аудио подвозил через вот эту систему бла-бла-кар, но приходит Юбер в Украине. Это очень важное событие. Юбер, моя дорогая, это когда у тебя телефон, на телефоне приложение, которое называется Юбер, и через Юбер ты заказываешь себе такси. Причем таксистом может быть вообще любой человек. Как это будет работать, я тебе потом объясню и всем объясню. Юбер – это, ну, действительно такая очень важная вещь для сервиса, но очень для твоего удобства, да? Но проблема заключается в том, что к ней, естественно, очень неоднозначно относятся таксисты. И ты понимаешь, почему. Потому что таксисты, они объединены в некие автопарки. У них вот эти вот там таблички, ну, знаешь, да, у них система, так сказать, найма определенная. То есть устоявшаяся система, там, независимого государства, когда это свободный бизнес, но тем не менее объединены вот в такие компании, да? А Бла-Блакар наносит этому делу чуть ли не смертельный, не Бла-Блакар, Юбер, понимаешь, да? Юбер – это когда ты регистрируешься, вот ты, ты сам регистрируешься, там, в этом Юбере. Юбер забирает у тебя, он, правда, забирает у тебя, если я не ошибаюсь, треть заработка. Я потом прочитаю это все. Но сделано таким образом, что существует твой профиль, и тебя можно заказать. Более того, можно заказать, ты поняла, не просто машину, а именно тебя. Вот если ты там куда-то едешь, понимаешь, да, то ты регистрируешь. В общем, тебе понятно. Это новая история, которая, извините, ребята, я выздоравливаю уже, реально выздоравливаю, просто хочу вам сказать, что утром, конечно, голос не звучит, и всякая кашель, хрипы и так далее, невозможно. Обычно голос звучит после 11 утра, ну какой, я в 11 уже заканчиваю. В общем, Юбер будет, и мы об этом будем говорить. Но теперь давайте начнем с новостей. Вы знаете, это новости, которые я вам читаю, такие краткие новости для того, чтобы вы были информированы, для того, чтобы вы выходили из дома, зная вообще, что происходит. А для того, чтобы нам не быть вот таким вот, понимаете, селом-селом, я не говорю о настоящем селе, которое я очень люблю и которое в моей жизни сыграло большую роль, потому что я природу полюбил через село и людей хороших полюбил в детстве через село. Имеется в виду вот в философском смысле село. То есть вот живу где-то там, вот забился, кулут такой, больше ничего не знает. Нам нужно начинать с международных новостей. Ну, главная, конечно, международная новость, до сих пор она остается главной новостью, это теракт в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка. В результате нескольких взрывов и последовавшей перестрелки погиб как минимум 41 человек. Турецкие власти, возложившие ответственность за это преступление на исламское государство, скорее всего, не ошибаются, пишет Иван Яковинов в своем обзоре. И стиль исполнения и выбранная цель указывают именно на авторство ИГИЛа. Теракт в Стамбуле, видимо, связан с серьезным поражением боевиков в Ираке, где они только что потеряли город Фалуджа. Ради спасения своего халифата исламисты будут все активнее переносить боевые действия на запад. Они все еще не теряют надежды привлечь на север Сирии иностранные наземные войска, чье присутствие там исполнило бы древнее пророчество об апокалиптической битве и подтвердило бы их главную сущность халифата. Я думаю, пишет Иван Яковинов, что еще 5-10 таких нападений по всей Европе и вторжение все-таки может начаться. Мы сейчас сделаем паузу, послушаем новости, такие, а, просите, рекламу, сейчас реклама, 8-15, и после этого свежие новости в очень сжатом исполнении. Оставайтесь с нами. Продолжаем, я рассказываю про новости, в данном случае обзор Ивана Яковины. Он умеет, он замечательный журналист, он умеет журналист нового времени сайта, он умеет совершенно прекрасно сжато подать новости. И вот он пишет о вчерашнем важном событии. Вы знаете, что, вот первое, что я вам начал читать, это о том, что ИГИЛ может продолжить на фоне того, что взяли Фалуджу, он может продолжить террористические акты. И дальше Яковина пишет, на фоне этой новости совершенно удивительно выглядит неожиданное потепление российско-турецких отношений. А даже не само потепление, и Путину, и Эрдогану, оно выгодно по чисто экономическим причинам. Ну, вы знаете, Россия, в нее поставляется огромное количество сельскохозяйственной продукции. Турции, турецкой, она занимает просто, ну, наверное, процентов 40. Вообще, турецкий импорт, Турция, я вам уже говорил, мощная, прекрасная страна. В Киеве, вон, посмотрите, на строительных рынках все турецкое. Турция, это и дешевизна, и качество, в общем, только можно сказать за. Но о чем пишет Яковина? Даже не само потепление, и Путину, и Эрдогану, оно выгодно по чисто экономическим причинам, а следствие из него, снятие Кремлем, ограничение на полеты российских самолетов и туристов в Турцию. Можно же было хотя бы недельку подождать ради приличий. Ибо отказ от ограничений на полеты авиации на следующий день после жуткого теракта представляется чистейшим, незамутненным цинизмом. Кстати, пишет Яковина, мы тут сейчас с вами станем свидетелем интересного эксперимента. Более полугода россиянам внушали, что Турция является самой злобной и чудовищной страной на планете. Но, правда, после Украины. Сейчас зомбоящик резко, без перерыва переключится на то, что Турция снова лучший друг. Интересно, что будет с мозгами потребителей пропаганды. Не пострадают ли? Не пострадают. Мозги россиян закаленные. То говорили, что будет ДНР, ЛНР. Теперь это отдельные районы Донецкой и Луганской области. Вы помните, сначала говорили про Новороссию. Потом Новороссия исчезла. Дальше. Следующая новость. Интересно, что за день до примирения с Россией Эрдоган договорился о прекращении шестилетнего периода заморозки отношений с Израилем. Конфликт между этими странами начался из-за стремления Анкары установить свободное морское сообщение секторам газа, прорвав израильскую блокаду. Израильтяне пресекли попытку прорыва, убив нескольких турок. Ну, что значит нескольких турок? Там была операция. Израильский спецназ убил на судне более 30 человек. А, ну, наверное, среди них имеется в виду. Несколько турок. Следующих газу на судне Мави Мармара. После этого ранее приветливые отношения между странами стали просто враждебными. Теперь же Турция получила право отправлять в газу гуманитарную помощь через израильский порт Аждот, а также построить там электростанцию, больницу и опреснительную станцию. Взамен Израиль получит долю в освоении средиземноморских газовых месторождений, выгодные контракты для своей оборонной промышленности. В общем, хорошо для обоих. Но я вам напомню, я занимался этой проблемой. Я очень хорошо помню эту историю. Это бешеная была абсолютная история. Тогда и сектор газы стреляли по Израилю и убили несколько человек. Плюс было несколько терактов, которые совершили газовцы. Вы знаете, сектор газа в Израиле, где живут палестинцы. Короче говоря, Израиль объявил блокаду этой территории, ну, как обычно. И вдруг начался такой, вдруг стало известно, что некоторые американцы, там были и американцы, там разные люди были, были европейцы, что идет такой, ну, как сказать, судно мира. Судно мира. И вот это судно мира с корреспондентами, с та-та-та-та-та, они сказали, что там умирают люди, и что Израиль это плохое государство, и мы сейчас поможем, и вот, и так далее, и так далее. Везли какую-то коммунитарную помощь. Израилю это дело не понравилось, и был высажен спецназ. И вот тут-то, вы можете спросить, а как же погибло более 30 человек? Что, израильтяне просто прыгнули на это судно и стали расстреливать? Ну, вы знаете, что спецназ Израиля так не делает. А вот выяснилось, что как только израильский конвой приблизился и сказал тому судну развернуться, тут же почему-то у этих всех миролюбивых товарищей на судне в руках появилось пистолеты и автоматическое оружие, и они стали палить. В общем, короче говоря, пришлось это делать. Но там было несколько турок. И турки эти погибли. И вот тогда-то вся эта интересная история и началась. И вот, слава богу, сколько, 6 или 7 лет было, и вот она закончилась. Теперь идем дальше. Шотландия. Вы знаете, очень серьезная ситуация после Брексита, то есть британского экзита, выхода из европейского сообщества. Там две территории, я вам вчера об этом рассказывал, и сегодня все продолжается. Две территории, это Ирландия и Шотландия. В них граждане проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. И, в общем, короче говоря, граждане, особенно молодые, они задают вопрос. Вы извините, они говорят своим там руководителям, бонзам. Они говорят, это как будет? Вот, значит, там проголосовали. Ну, а вы знаете, что они неровно дышат, они почти самостоятельные государства. Такое ДНР, ЛНР, только английские. И без терроризма, и без убийств. Просто такая, ну, федерация или конфлик. Нет, федерация, в основном федерация, можно так назвать. Так вот, Шотландия, похоже, всерьез взялась за реализацию идеи выхода из состава Великобритании, вышедшей, в свою очередь, из Евросоюза. Первый министр Шотландии Никола Стерджен, такая его фамилия, она сегодня слетала в Брюссель, где провела ряд встреч с руководством ЕС. Два года назад, когда Шотландия проводила референдум о выходе из Соединенного Королевства, Брюссель был категорически против, призывая Эдинбург одуматься и грозя ему отлучением от ЕС. Сейчас же, когда из ЕС вышла вся Великобритания, настроения там изменились, а шотландский национальный сепаратизм при условии ее сохранения в составе ЕС вызывает куда более позитивные эмоции. Евробюрократы страшно хотят наказать Великобританию за дезертирство, сделать ее жалкой и неуспешной, чтобы другим неповадно было думать об уходе. Вариант с развалом этой страны вполне годится для наказания строптивых бритов. И я вам хочу сказать, что, ну Иван Яковина так написал довольно жестко, но давайте без цацок. Действительно, это может произойти. Это вот абсолютно, ну формально это похоже на украинскую ситуацию, но без вмешательства другого государства, то есть Российской Федерации. То есть, вот, вот, например, знаете, это на что похоже? Ну вот, например, на Абхазию и на Южную Осетию. Только опять же, они полуотделились или отделились, можно так сказать, от Грузии с помощью Российской Федерации. Но если бы это так было исходно, если бы когда-то они объединились подобным образом, то, конечно, они бы, вот они выбирали. Знаете, это то, что нам всем нравится, что типа Крым и Донбасс увидят, как в Украине хорошо и заплачут и вернутся. Ну, на самом деле, мы с вами прекрасно понимаем, что так не бывает. Ну и, во всяком случае, мы с вами вряд ли доживем до того момента, когда в Украине будет так хорошо, чтобы территории хотели сюда присоединяться или возвращаться. В принципе, это в какой-то степени похоже на Советский Союз и Украину. То есть, вот Украина, она, видите, она как бы стала независимым государством, а теперь видит, например, ага, вот в Европе хорошо, в Европе законы, борьба с коррупцией, не хотим там жить с Путиным, например, хотим жить в Европе. И вот, например, она выбирает европейский путь. Вот это вот похоже. Во всяком случае, вот знаете, нужно думать, нужно думать, когда проводишь референдум. Вообще, я вам хочу сказать, что я даже целую статью тут написал для одного сайта украинского, вот огромная проблема с референдумами. Огромная проблема ровно потому, что молодежь на референдумы не ходит, она в референдумы не верит, она пассивна. Ходят пожилые люди, простите, я никого не хочу обидеть, а пожилым людям все это пофиг. Для них самое главное ничего не менять для того, чтобы была хорошая пенсия. Они правы, но пожилые люди абсолютно не думают о том, каким должно быть государство через 25-30 лет. А это будет определять молодежь, а мы уже с вами будем, мягко говоря, неудил через 30-40 лет. И получается, что на референдуме не учитывается то, что молодежь, как голосует молодежь, а то, как голосуют пожилые люди, учитывается, но они тянут страну совсем в другую сторону, еще раз повторяю, я это говорю совершенно не в обиду пожилым людям. Они на это имеют право, для этого и демократия. Но демократия иногда, видите, приводит чуть ли не к развалу страны. Давайте мы сейчас сделаем паузу, дорогие друзья. Лена, мы можем здесь? А, ну тогда еще можем прочитать. Значит, Трамп выступил на большом митинге в штате Огайо, где предложил, только не падайте, где предложил заново ввести пытки в арсенал американских спецслужб, а также пообещал разорвать все торговые соглашения, подписанные США за последние десятилетия. Его логика, вы спросите, какая может быть логика в этом? Логика проста. Из-за свободной торговли со странами Латинской Америки и Восточной Азии американские работники вынуждены конкурировать с теми, кто получает меньше доллара в час. Так как это экономически невозможно, бизнесмены переводят производство в другие страны. Руководство корпорации обогащается, а простые американцы остаются без работы. Трамп предлагает прекратить это и ввести импортные пошлины, что, по его мнению, создаст условия для роста производства в самой Америке. Начать он предлагает с Китая, который, по мнению кандидата от республиканцев, использует американцев самым возмутительным образом. Еще у нас будут новости, их у нас много, но дальше у нас, я буду в 9 продолжить читать новости, а дальше у нас такая разминка. То есть мы поговорим про Юбер. Я считаю, что приход Юбера в Украину это и новость, и событие, и вообще-вообще-вообще очень важная такая история. Я попрошу водителей такси быть внимательны, потому что я обязательно спрошу вас, как вы считаете, так сказать, вам это лично на благо, не на благо, будете вы участвовать в Юбере. Точно так же, пожалуйста, будут звонить люди, которые за рулем пенсионеров, пока я прошу не беспокоиться и про злочинную Владу мне ничего не говорить, потому что это к Владе не имеет никакого отношения. Ну, собственно, имеет, но если Влада это дело будет запрещать. Мы сейчас делаем паузу, потому что 8.30, давайте послушаем свежие новости. Продолжается эфир Матвега на польске. Значит, смотрите, сейчас будет серьезная история, будем говорить про Юбер. Это касается абсолютно всех. Это новый вид такси. Да, это непростая история, то есть нам, как потребителям, на все начхать. И для нас, чем дешевле такси, чем удобнее такси, чем оперативнее такси, мы только рады. Но это очень сильная конкуренция для привычного такси. Ну, перед этим я хотел поздравить Юлию Владимировну Тимошенко, у нее родилась внучка весом 3 килограмма 200 грамм. И, наверное, я поздравляю и отца. Я вот не знаю, я девочек моих спрашиваю. Зять Юлия Тимошенко. Наверное, да, у нее же дочь, у Тимошенко. Да, дочь. Ну вот, значит, я поздравляю и доча, и зятя. И, наверное, хорошим подарком зятю будет сообщение, что зять Юлия Тимошенко купил огромный участок земли на трассе Киев-Одессы. Это такое, наверное, деткам, будущей внучке на пропитание. Ну, наверное, так. Я ничего не знаю про зятя Тимошенко. Ну, если он купил огромный участок, значит, у него есть деньги. По поводу дочки поздравляю. Значит, итак, разбираемся с такси Юбер. Значит, я прошу звонить мне, когда я скажу вопрос. Мы голосовать не будем. Хотя, нет, мы проголосуем. Естественно, мы проголосуем. Потому что я хочу профессионального разговора, я хочу понять, это хорошо или плохо. Значит, смотрите, как устроен Юбер. Вот это, девочки, я обращаюсь к моим дамам, которые сидят за стеклом и красят чего-то там. То есть, совмещают приятное с полезным. Что вам тоже надо знать, что такое Юбер. Почему? Потому что вы можете быть как пользователями, так и участниками. Итак, международный сервис заказа такси Юбер официально начнет работу в Украине уже в четверг, 30 июня. Сегодня. Первым городом, в котором заработает международное такси, станет Киев. Официальная церемония презентации интерактивного такси начнется в 10.30. Накануне этого мероприятия должны быть активированы аккаунты водителей. Внимание, которые уже прошли отбор и зарегистрированы в Юбер в Украине. Итак, что нужно сделать водителям, которые желают получить работу в новом сервисе? Вы поняли. Водителем. То есть, водителем может стать каждый. Вы сейчас поймете, почему. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте юбер.ком, кликнув в раздел «Стань водием», затем загрузить и пройти проверку требуемых компаний данных и прибыть на обучающий инструктаж, организованный для всех заинтересованных лиц. Поняли, да? То есть, это не то, что ты там зарегистрировался и тут же поехал заколачивать огромное бабло. Обязательное требование для водителей. В Украине Юбер будет работать только с водителями, либо у которых есть лицензия на извоз и справка о несудимости. Если таксист хочет работать с компанией напрямую, то ему необходимо оформиться в качестве физического лица предпринимателя. В качестве альтернативы водители могут работать через посредника, который будет взимать за свои услуги комиссию. На обучение ее размер не сообщили, сказав, что она будет оптимальной. Обычно официальные партнеры Юбер оставляют себе примерно 15% от заработка водителя. Дальше начинаются для меня умопомрачительные вещи, Татьяна, которые... Ну, господи, что за создание эти женщины? Ну, вот вы понимаете, у них своя параллельная жизнь. Да, все мужчины сволочи. Да, я знаю и подтверждаю, все мужчины сволочи. Все, закрыли эту тему. Я же вам рассказываю, как вам ездить дальше. Кланяются там. То есть, типа, говорят, да, да, мы слушаем. На самом деле ничего не слушают. Значит, смотрите. Заказ получает ближайший к месту вызова водитель. Чтобы принять заказ, внимание, у шофера есть 10-12 секунд, секунд. Иначе заявка клиента будет передана другому. Вы можете спросить, а как это? Ответ. Не знаю. Я ничего про это не знаю. Вот вы потом позвоните и мне расскажете. Я ничего не знаю. Водителем Юбера я не буду. Почему? Потому что мне будут садиться и говорить, о, а на польске, это ты ведешь передачу. А ну давай сделаем селфи. А повези меня бесплатно, ты ж богатый. Вот это будет. Как формируются тарифы? Базовая ставка, плата за подачу, плюс тариф за километр, плюс тариф за минуты. Конкретные суммы, пока озвучены не были, это будет сделано на официальном запуске сервиса. Поскольку в тарифе учитывается и время, то в ситуации, когда пассажир захочет остановиться для похода за хлебом, это будет учтено в стоимости поездки. Кроме того, если в каком-то районе, внимание, очень интересная история. Если в каком-то районе будет одновременно много заказов, то на карте водителя эта зона будет отмечена красным цветом, а к тарифам будет применяться повышающий коэффициент, так называемое пиковое ценообразование. Защита клиента и водителя. Ну, здесь я вам напомню ужасные происшествия. Вот вы знаете, есть такой сервис Бла-Бла-Кар, и вы помните, я вам рассказывал, и вы все знаете, что там несколько водителей. Ну, в общем, нехорошие люди убивают водителей из-за машин и так далее, и так далее. Что придумано в Юбере? Юбер – это очень серьезная история. Как вы понимаете, для них была проблема, чтобы не был ни сумасшедшим ни водитель, да, вот, вот, чтобы он там тебя не убил, и чтобы пассажир. Политика Юбер направлена на то, чтобы максимально сгладить все возможные неприятности между водителем и пассажиром. За плохой рейтинг ей придется блокировать аккаунты обеих сторон. Вы поняли? То есть, водитель, он же регистрируется на Юбере, а ты себе ставишь приложение. Вы поняли, да? То есть, ты регистрированный пользователь Юбера. Если только что-то будет между вами, могут заблокировать как одного, так и другого. Все. До свидания. Поэтому, если водителю достанется, к примеру, пьяная пара, которая в процессе поездки испортит салон, то Юбер компенсирует затраты на химчистку и время водителя, потраченное на уборку. Вот так. Гарантированная, следующий пункт, гарантированная прибыль для водителей даже при простое. Для того, чтобы водитель мог получить гарантированный доход, он должен соответствовать трем критериям Юбер. Первое. Он не просиживает штаны на окраине, где труднее получить заказы. Он принимает 8 из 10 заказов и имеет рейтинг не ниже 4,7. То есть, обратим внимание, что у водителя существует рейтинг. Понимаете? То есть, этот рейтинг можно испортить и этот рейтинг можно понизить. И вот это очень важная вещь. Вы, наверное, знаете. Можно поехать туда-то? Нет, туда я не повезу. Мне туда не выгодно, а я не повезу. Еще другое такси. Нет, 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 я туда не выгодно. Значит, тут такое, пожалуйста, 8 из 10 заказов. Если все сходится, то он будет получать почасовую ставку даже при отсутствии заказов. Ставка зависит от времени суток и дня недели и составляет от 50 гривен в час ночью в рабочие дни до 180 гривен в час в пятницу вечером или ночью в выходные дни. Деньги водители будут получать раз в неделю. Все оплаты пассажиров аккумулируются на юридическом лице Юбер в Нидерландах, после чего каждую неделю, обычно в понедельник или вторник, распределяются по партнерам-посредникам. Те после снятия комиссии переводят их на карты водителей. Поняли, да? Следующий пункт. Как еще заработать на Юбер? Если водитель приведет с собой коллегу, то получит за это 600 гривен. Правда, приглашенному надо быть оформленным как физическое лицо, ну вот знаете, вот это лицо предприниматель, и совершить 50 поездок за месяц. Такое количество поездок работающий таксист совершает в среднем за 3-4 дня. Следующий пункт. Требования для автомобилей. В наиболее массовом стандартном сервисе Юбер-Х водители смогут работать на четырехдверных автомобилей класса Б и выше, выпущенных не ранее 2008 года. Вот обратите внимание, вы видите, довольно жестко. В первые 30 дней водители могут работать без справки о несудимости. Делается до 21 дня эта справка. И лицензии на извоз. Если эти документы не будут представлены в течение 30 дней, то аккаунт водителя в Юбер будет заблокирован. Я не знаю, почему так сделано, потому что преступление можно совершить как раз в эти 30 дней. Как быть рейтинговым Юбер-таксистом и сохранить свой аккаунт? Юбер советует водителям держать машину в чистоте и без неприятных запахов, опрятно одеваться и быть приветливым, выполнять просьбы пассажиров вроде переключения радиостанций. Также стоит ехать оптимальным маршрутом с использованием навигатора и не опаздывать. Теперь смотрите, за что наказывают водители Юбер. Первой причиной блокировки аккаунта является взымание наличной оплаты с клиента. Вау! Подождите. То есть получается, что... Аааа, то есть в Юбере ты платишь только картой, получается. Поняли? Ну да, почему? Потому что... Потому что как иначе твои деньги попадут туда, в Нидерланды? Ну то есть пока не понимаю, но судя по всему, наличные деньги... О, тогда дорогие таксисты, обычные таксисты, вам ничего не грозит. Я думаю, что только узкая прослойка людей будет ездить на Юбере, потому что платить надо только картой. Значит, первой причиной блокировки аккаунта является взымание наличной оплаты с клиента, пребывание в машине посторонних людей, хамское поведение, звонки клиенту после закрытия заказа, нарушение правил дорожного движения, передача учетной записи другому человеку. Это далеко не полный список причин блокировки и расторжения контракта водителя с Юбер. Уже известно об ограничениях для пассажиров. Юбер такси не возит лыжи и не будет помогать с переездом. Если пассажир пьян, его можно не брать, но в случае возникновения подобных ситуациях водителю обязательно необходимо указать причины в комментариях к заказу. Уф, я вам все прочитал. Теперь голосование. Считаете ли вы появление Юбера благом для вас, как пользователей такси? Считаете ли вы это благом? Да, первый вариант у нас всегда «да». Да, я считаю это благом. Тогда наберите 044-323-4052. Вы считаете, что это новая форма, хорошая, ей можно пользоваться и так далее. 044-323-4052. Второй вариант. Нет, я считаю, что это зло. Я не знаю, почему вы считаете, что это зло. Не знаю, потому что импортное, потому что дьявол, потому что там цифры 666. Я не знаю, почему вы можете себе утром в 8 часов 48 минут придумать, что это зло. Но можете. Тогда это зло для нас, для пользователей. Не для великой Украины, а для вас, как для пользователей такси. Как для людей, которые из пункта А в пункт Б хотят переместиться. Тогда 044-323-4042. Теперь сразу же. Наш телефон 044-500-3696-00. Прошу всех повесить трубки. Звонят только водители или те люди, которые таксисты звонят. Вот будете ли вы участвовать в Юбере? Хотите ли вы в этом поучаствовать? Будете ли вы, вот считаете ли вы, что это правильно? И так далее, и так далее. Не забывайте представляться, всякие товарищи, которые будут читать стихи, говорить про Иисуса. Тут про Иисуса будем говорить в празднике. Тут Иисус ни при чем. Иисус дает нам жизнь. А вот Юбер это мы делаем. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Это Станислав, город Черноморск, бывший Личос, таксист. Я считаю, что не навредит оно, по крайней мере, у нас в городе Юбер для нас. Станислав, можно вам задать несколько вопросов? Конечно, конечно. Вот я не понимаю, как не повредит. Смотрите, вы, наверное, слышали, я не знаю, или видели, во Франции, в Германии, в Англии были просто демонстрации против Юбера. Потому что Юбер это, ну, не альтернатива, а сильнейшая конкуренция традиционным такси. Почему вы считаете, что не повредит? Смотрите, первое, это надо патент, лицензия, патент предпринимателя, лицензия, второе, и третье, это кредитная карточка, не брать наличные. А так как мы на фирме, мы еще платим план. План, например, у нас 300 гривен на неделю, понимаете? Так, ну. А плюс, если ты еще хочешь работать так и так, то это двойной план тебе надо отдавать, и Юбер, и в фирме. Поэтому нам это, по крайней мере, не навредит. То есть, главное, почему вы считаете, что вам не навредит, это то, что там расчет только карточкой, а людям выгодно платить наличными, поэтому? Да, да, да. Вот потому что у нас в основном нету карточек. Ну, я имею в виду терминала, потому что это еще дороже будет тогда проезд в город. Угу. Хорошо. А вот вы сами, вы водитель такси? Да. Вы перейдете в Юбер, или вы останетесь в традиционном такси, в котором вы сейчас работаете? На данный момент, по этим условиям, это мне невыгодно. Невыгодно. Огромная вам... Какая у вас погода, Станислав? Ну, вчера был ливень, я вам скажу, такой хороший. Сейчас так пасмурно. Вы не погибаете от жары? Водичку возите с собой? Нет, с собой, конечно. Спасибо за беспокойство. Спасибо вам, дорогой. Как вы считаете, тема Юбера важная для Украины? Она важная, но не принципиальная, я вам честно скажу. Хорошо. Если бы вы проголосовали, это благо для пассажиров или зло? Вы проголосовали бы за что? Сложно сказать, потому что не то, не то, я думаю. Ух ты как. Ну, если бы выбрать, вы же знаете мою позицию, надо что-то выбрать. Ну, хорошо, давайте тогда, пускай будет первое. Все-таки благо. Спасибо вам большое, что нашли возможность. Вы возле вокзала или где вы? Не-не-не, это рация просто говорит. Я же сказал, что я такси. Передайте им, что все хорошо. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Так, голосование. Смотрю, там идет голосование или нет сейчас. О, идет голосование. Значит, Юбер, если это благо, вы считаете, 044-323-4052. Если вы считаете, что это зло, еще раз, не знаю, почему зло. 044-323-4042. Звонят только таксисты или люди, которые все знают про Юбер, или те люди, которые хотят в этом участвовать. Доброе утро. Доброе утро. Кто вы, откуда? Меня зовут Максим, уже год работаю в Киеве таксистом. Так, Максим, ну давайте ваше авторитетное мнение. Что скажете? Про Убер скажу, что это очень полезно для города Киева, однозначно. Почему? Конкуренция, это всегда большой-большой плюс. Хватит, Максим, и так конкуренция. 200 автопарков, понимаете, 300 тысяч водителей, и так работы нет. А еще вдруг влезают эти иностранцы. Я имею в виду, вот смотрите, например, Элит-такси наконец-то запустила свое приложение, которое 6 лет готовило. А что, подождите, подождите, стоп, стоп, ничего не знаю про Элит-такси. Что это такое? Ну это такое, есть такси в городе Киеве, которое 6 лет в тестировании у них было приложение для смартфонов. Это типа Юбера или это просто вызов? Нет, нет, это классическое такси. Это просто приложение, вы имеете в виду, чтобы его вызвать, да? Да, да, для смартфона. Они его долго забудут, и наконец-то, когда запахло Убером, они его сделали. Запахло Убером, это хорошо. Потом есть еще один такой, как бы, метр дешевого такси в городе Киеве. Наверное, не стоит назвать название в эфире, да? Да, говорите я вас, один раз можно. Называется Уклон. То есть он под себя собирает все вот эти 200-300 служб, что вы говорите. Боже, какое жутко... Максим, какое жуткое название. Уклон. Это же надо умудриться. Не полет, не взлет, а уклон. Ну вот смотрите, он тоже работал очень кустарно. А сейчас, когда запахло Убером, они начали набирать водителей, заключать договора, смотреть машины, видеть водителей, видеть качество, говорить о каком-то там обслуживании. Хотя раньше об этом речь не шла. Водители нанимали на работу по телефону. СМС-ка отправляли кода доступа, даже не спрашивая, есть ли у тебя права. Ух ты, даже так было? Да, было, есть по сей день. Обалдеть, серьезно? Да. Как это не спрашивали, есть ли у тебя права? Я вам хочу сказать, что вы можете ради интереса позвонить в какую-то из служб, сказать, что у вас есть опыт. Они вам СМС-ка и сбращают коды доступа к программе. Вы пополните через терминал пополнения себе на 50-м или сколько-то гривен расчет и возите на здоровье. Боже мой, какой ужас. Так что Убер на сегодняшний день, он требует все документы на автомобиль, на водителя, лицензию, паспорт, прописки, страховки. То есть это очень полезно. Да, смотрите, говорим про Убера, выясняется, так чего я тут сижу на этом радио? Еще я вам хочу сказать, для водителя это очень полезно, Убер. Почему? То, что предыдущий водитель говорил без мал, это минус, это большой плюс. Потому что, когда ты работаешь водителем, я говорил уже, что я не профессионал, я год этим занимаюсь. Так. Для меня лично, я думаю, что для многих, главное, это не попасть на упыря какого-то пассажира. Потому что, вы знаете, если режут таксистов за 100 гривен. Так, подождите. А-а-а, вы имеете в виду, что все будут знать, что только карточкой и... Да, он актеризован, он там прописан карточкой, там прописан его мобильный телефон. То есть, когда я везу этого пассажира, я относительно спокоен, понятно, на свой фронтах спокойным никто не может быть. Да, 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 вы правы. И не надо нападать на таксиста, ну, вообще не надо нападать на таксиста. Абсолютно правильно. Нет кэша, нет кассы. То есть, все в безнале. Вот, смотрите, как интересно. Хорошо, мой дорогой, а вы сами, например, склонны поработать с Юбером или нет? Конечно. Моя заявка там висит уже полгода, наверное. Серьезно? Да. Хорошо. Значит, давайте сформулируем. Дело в том, что в этом часе вы последний, с вами я разговариваю, а в следующем часе мы продолжим эту же тему. Значит, несколько пунктов, почему Юбер может быть полезной для Украины. Пожалуйста. Несколько пунктов. Ну, конкуренция, я уже говорил, наверное, даже не конкуренция, а выведет этот бизнес на новый уровень. И, к сожалению, делать от этого некуда. Так. Это большое спасибо Юберу. И я думаю, что вот эти сотни фирм, которые на сегодняшний день присутствуют, они будут вынуждены просто умереть. Но это же безработица для людей. Вы знаете, чем такая работица, то, наверное, лучше безработица. Понятно, да. Второе, безопасность для собственного водителя и, в принципе, и для пассажира. Так. Ну, в любом случае, с приходом Юбера, в любом случае, выигрывает пассажир. А вы знаете, какая для меня самая важная в этом деталь? Знаете, какая, Максим? Какая? Вот эта система рейтинга. То, что вы можете... И он вам... Понимаете, вы же, как пассажир, тоже зарегистрированы. Ну да, вы имеете в виду двухсторонний рейтинг. Двусторонний рейтинг. Да, для меня это очень важно. Вот, понимаете... Абсолютно. Поэтому я вам и говорю, меньше возможности попасть на упыльяр какого-то пассажира. И водителя тоже. И водителя тоже. Мой дорогой, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Очень важно. Вот видите, я через вас открываю Юбер. Я про Юбер ничего не знал. Ну, есть такая система. У меня своя машина, я на ней еду. Чтобы никто не кричал. О, а на польский. Давай. Давай, иди сюда. Значит, смотрите, сейчас мы делаем паузу. Сейчас большие новости. Ну, что значит большие? Четыре минуты. После этого в 9.05 я дальше вас слушаю до 15 минут. Это у нас такая правильная разминка, важная. И до 15 минут мы с вами говорим на эту тему. И водители, водители, пожалуйста, водители и те, кто хочет и так далее. Плюс, минус и прочее, прочее. Значит, еще напоминаю, продолжается голосование. Юбер это благо для нас всех. 044-323-4052. Нет, это зло. 044-323-4042. Матвей Гонопольский ведет утренний эфир. И больше, собственно, нечего слушать. Сказал я самодовольно, похвалив сам себя. Сейчас вот я пойду, девочки меня будут хвалить. Они тортик принесли. Вру, ни черта они не принесли. Сидят две злобные фурии. Я пошел к ним. Оставайтесь с нами. Продолжаем про Юбер. Я считаю это громадным событием для Украины. Вот знаете, здесь я вижу очень много общего. Вы помните вчера наше голосование, вообще наш вчерашний разговор по поводу партии Сакварлидзе и Касько. Этот разговор был вчера в огромном объеме, продолжен на канале Ньюс Ван. И мы там вместе с умной главой, замечательным нашим политологом и с Василием Опасовым говорили о поразительном феномене Украины. Вот украинцам все равно какой нации или какой национальности человек, который делает дело. В широком смысле этого слова. Там звонила одна женщина, я не знаю, тот, кто слышал вчерашнюю передачу, видел ее. Она сказала, да мне все равно, из какой он страны, лишь бы он делом занимался. Или страны, она сказала, или что. И действительно, вот я не представляю себе ситуации, в которой, например, в России, предположим, приехал бы, неважно, грузин, американец, ну, грузин тяжело бы пошло. Нам, например, американец, ну, я не знаю, ну, любой приехал бы, поучаствовал в политической жизни, а потом предложил бы сделать свою партию, и народ бы смотрел, в чем смысл. Да нет, смотрели бы, какой он национальности, и что вообще он чужак, и так далее, и так далее. Вот видите, с Юбером, вот у нас идет голосование, я напоминаю, значит, вы за Юбер, вы считаете, что это благо для Украины, для вас, как для, ну, для конкуренции, там, и так далее, для вас, как пассажиров, тогда 0, 44, 3, 2, 3, 40, 52. Нет, вы считаете, что это зло? 0, 44, 3, 2, 3, 40, 42. Я потом скажу результаты голосования, но вот эта ваша удивительная открытость ко всем предложениям, к использованию оригинального интересного опыта, это, конечно, поразительная история. Я здесь просто, мне нечего сказать, я честно вам говорю, я просто поражаюсь. Итак, продолжаем еще до 15 минут, еще где-то 5 минут, продолжаем разговор о Юбере, 0, 44, 536, 96, 2, 0. Итак, новая система такси пришла в Украину и начинает работать с сегодняшнего дня. Пожалуйста, вы считаете это благом, неблагом, будете ли вы сами в этом работать? Прошу, пенсионеры, пожалуйста, погодите, это не ваша тема, хотя, наверное, и вы можете работать, но не знаю как. Слушаем вас, доброе утро. Алло. Алло. Да, прошу вас, кто вы, откуда? Здравствуйте. Здрасте. Зовут меня Анатолий Черкасов. Анатолий, дорогой, давайте, скажите. Ну, я за то, чтобы был Убер, потому что, ну, например, у нас в Черкасах здесь, ну, полный беспредел в отношении такси. Почему? Где-то около тысячи таксистов, абсолютно никто не имеет ни лицензии, ни зарегистрирован, то есть порядка нет никакого. Хорошо. А вот вы, например, будете пользоваться Убером? Да. Но для этого ведь нужно, чтобы у вас была банковская карточка, на ней, чтобы были деньги. Я согласен иметь банковскую карту, и чтобы на ней были деньги, и вообще хочется работать в правовом поле. Да, а скажите, пожалуйста, вот сейчас у меня возникло одно подозрение. Да. Вы сами водитель такси или... Да, я водитель такси. Водитель такси. И у вас нет банковской карточки? Нет, у нас в Черкасах банковских карточек вообще нет. Нет, ну как их нет? Они есть, у вас есть банки, и можно сделать себе банковскую карточку. Правда? Нет. В такси у нас нет. А, в такси нет банковских карточек? Да, в такси нет. Только на наличные деньги. Хорошо. А вот вы сами бы пошли сотрудничать с Юбер? С удовольствием. Хорошо. Спасибо вам большое. Я вас понял. Благодарю вас, Анатолий. 044-536-96-00. Еще пару звонков, и будем подводить итог. 044-536-96-00. Вот следующий звонок. Я напоминаю. Пожалуйста, давайте только по теме. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Да, прошу вас. Кто вы? Доброе утро. Меня зовут Константин. Город Николаев. Константин. Да, прошу вас, Константин, скажите. Значит, ну что хочу сказать? Однозначно эту тему так вот буквально за 15 минут оговорить невозможно. Да, есть плюсы Юбера, есть минусы. Я вам хочу сказать за такси вот в городе Николаеве. С уверенностью могу сказать, что 2-3 максимум воды у нас цивилизованные. Все пункты, что вы оговорили ранее, условия Юбер у нас в Николаеве присутствуют. Даже у нас присутствуют рейтинги. Только, к сожалению, пока рейтинги существуют у водителей, но нет рейтингов у пассажиров. Так что немножко нас, водителей, огорчают. А как можно проставить рейтинг водителю через приложение? Не понимаю. Как сообщить про рейтинг? Да, да. Можно через приложение. У нас многие николаевцы имеют это приложение. Они могут через интернет это сделать, а могут непосредственно, ну, так делают часто. Прямо звонят на базу. Оператору говорят, вот вы знаете, машина была нечистая или водитель был неопрятен или невнимателен. Хорошо. Если итожить, вы считаете, что, в принципе, если в общем говорить, это благо или это зло? Матвий Юрьевич, это, ну, одно значит, невозможно сказать. Ну, хорошо, для пассажиров, возможно, это благо. Возможно. Ну, как это, подождите, мой дорогой, ну, как это, у вас что, нет позиции? Что значит, возможно, это благо? Ну, как, давайте так, либо это благо, либо это больше благо, либо это больше зло. Ну, что, что, вы гражданин, вы должны определиться, у вас должна быть позиция. Я понял, спасибо. Значит, ну, это больше благо, потому что будет возможность действительно конкуренции, причем здоровой. Пусть будет больше благо. То есть, слышал человека из Черновцов, но это неправда, что нету тут служб и все без лицензии. Нет, мой дорогой, ну, делите на сто, понимаете? Ведь, поймите, звонят разные люди. Например, вот видите, я призываю звонить водителей и так далее. Человек может быть и не водителем, и ему все пофиг и так далее. Он звонит, прикидывается другим человеком и говорит всякую фигню. Еще раз. Еще хочу добавить, что есть единственная служба в Черновцах, которая ездит с терминалами. Не все, но с терминалами. Хорошо. То есть, вы можете проплатить карточку. Вы водитель или пассажир? Я водитель такси. Так, вот давайте теперь вам вопрос. Приход в ваш город Юбер, это будет сильный удар по вам? Будет очень, очень, ну, плохо, плохо будет. Почему? Они же только по карточкам, в основном люди едут за наличные. Ну, в принципе, да. Ну, так какой же это удар по вам? Тут же, какая ситуация, тут может любой человек зарегистрироваться, как бы, и не работая в такси, возить людей. Не, подождите, вы не слышали начало того, что я рассказывал? Вы, наверное, подключились позже, да? Да, да, чуть позже. Значит, я могу вас успокоить, не любой человек. Вы должны зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель. Я понял. Понимаете? Поэтому я не могу, вот сейчас взять и в свободные два часа между двумя эфирами, я не могу взять и побежать, скачать Юбер, приложение, пойти работать. Я должен, напоминаю вам, либо зарегистрироваться, как физическое лицо, кроме того, дать кучу всяких там подтверждений, что я не судим и так далее, и так далее. И кроме этого, либо я должен найти посредника, который у меня будет, кроме Юбера, брать еще 15%. Это не так просто. Не так просто. Плюс, хочу сказать вам, Матвей Юрьевич, здесь очень много людей идет в такси, которые вообще работы нету, просто в тупике. Так. Они идут просто от безвыходности работать в такси, потому что только в такси можно что-то заработать, не сидеть дома, прокормить семью. Ну вот понимаете, тогда им Юбер меньше подходит, потому что лучше получать наличными деньги, отчитываться там еще чаевые какие-то и так далее. Да, ну работодателю сниму, да. Хорошо, будем посмотреть. Какая у вас погода, мой дорогой? Погода хорошая, солнечная, чуть-чуть так туман. Возите водичку с собой, потому что очень жарко по всей Украине. Спасибо большое вам. Спасибо вам, спасибо вам, мой дорогой. И давайте еще слушаем вас. Доброе утро, доброе утро, доброе утро. Я, поймите меня, я не являюсь сторонником Юбера или его противником. Вот просто, я отвечаю, я не знаю. И постигаю эту историю через вас. Слушаем вас, доброе утро. Доброе утро, Александр Кривойров. Да, Александр, расскажите. Я считаю, этот Юбер, он нам не нужен. Он, это вообще, на фоне этого убожества, которое у нас сейчас творится в стране. Где я возьму этот терминал? Откуда я вытяну деньги из семьи со своей, пойду платить эти 15%, когда один сказ стоит полторы тысячи гривен? Ну, это глупость. У нас это не будет приемлемо. Нет, подождите, мой дорогой, Александр, давайте по-другому рассуждать. Все люди разные, так? Мы говорим, я по-другому хочу, не просто, потому что вы говорите то же самое, что злочин на Влада. Я не про это. Вот послушайте меня. Вот приходит эта система. Вы в этой системе будете участвовать или нет? Нет. Нет. Так, почему? Да, давайте. Я таксистом работаю с 79-го года. Так. Это уже 37 лет у меня старший таксист. Так. Именно на такси. Я еще работал на Волоксе, счетчиками. Да, 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 помню, помню. Ну, оно у нас не приживет. Мы слишком любим наличные деньги, а не карточки. Может быть, молодежь, молодежь может быть. Так. Которая там по три года от станка, от сухи, которая сейчас в Киев забила вам. И колхозники работают, мужики из Катарии, и фрезеровщики таксистами поставали. Может быть, это им, оно как в новинку. Ну, допустим, для моего возраста. Так. И для старых водил, которые это делали, собаку съели, не одну. Это просто неприемлемо. А, слушайте, я сейчас вам задам вопрос такой. Вы пользуетесь интернетом? Нет. Вообще? Вообще нет. То есть, вы даже, у вас смартфона нет, вы никогда не смотрите? Я очень горжусь от этого дела. У меня телефон есть старенький Нокио. Привет, здорово. Видите, вы поняли, что, почему я вас спросил? Ну, почему? Ну, мне уже 57 лет. Слушайте, вам 57 лет, тоже мне старый дед. Ну, не старый дед, ну, старый дед. Я старше, я старше вас. Я знаю, материнка. Пацан, расслабься. Тоже мне яйцо будет курицу учить. Ну, не делай. Мне 50, тоже мне крест на себя положил. Я прогнозирую вам, я прогнозирую вам, что через год будете юберовским водителем, и освоите смартфон, и будете в костюмчике ехать, и будете счастливы. Спасибо. Слушайте, нет, подождите, вы против вообще, чтобы юбер появился? Да, да. Ах, какой гад, а. Ну, смотрите, что творит. Я вам желаю хорошего дня, мой дорогой. Спасибо, спасибо большое. Тоже мне начинается. Я уже старый, мне целых 57 лет. Крутые, понимаешь. Молоко на губах не обсохло, а учит меня. Хорошего вам дня, мой дорогой. 536-96-00. Слушаю вас, доброе утро. Доброе утро. Здрасте, кто, откуда? Мадрид Юрьевич, Александр, Киев. Александр, водите или что? Какое имеется? Да, Максим Юрьевич, Мадрид Юрьевич, извините. С 80-го года таксист, можно сказать так, с перерывами. Хорошо, нужен юбер или нет? Я так думаю, что он нужен. Для пассажиров это будет хорошо. Это все-таки более качественный сервис, более безопасный. Но мое мнение такое, что он вряд ли, наверное, приживется массово. Потому что для того, чтобы выполнить все условия, которые нужны для него, лицензирование и тому подобное, я уже с этим сталкивался. В нашем государстве столько препонов. Не, подождите, подождите. Вы слышали начало моего рассказа? Матрид Юрьевич, не полностью, извините. Не, так если не полностью, вы тогда вы искажаете информацию. Все, что вам нужно сделать, это иметь справку о несудимости и открыть индивидуальное предпринимательство. Все, больше ничего. Матрид Юрьевич, нет, там еще надо лицензирование, иметь лицензионную карточку, там очень много... Какую лицензионную карточку? Ну, на такси. Какую лицензионную карточку? Что вы выдумываете? Вы не слышали начало, я же все читал. Ну, Матрид Юрьевич, извините, я просто интересовался. Да ничего, вы регистрируетесь на сайте ЮБРа, и вы должны иметь свое индивидуальное предприятие, ну, понимаете, да, то есть быть физическим, физическим, юридическим зарегистрированным лицом и иметь справку о несудимости. Все. Ну, такие условия приемлемы. Я пользуюсь интернетом, имею смартфон. Ну, так не придумывайте, что вы придумываете, какое лицензирование. В этом же и смысл ЮБРа, что он все упрощает. Ну, у нас сейчас вот есть фирмы, которые занимаются извозом, как бы, так назовем их такси, но это не такси, это организация или фирма, которая продает водителю заказ просто за деньги, за проценты. А по факту работать таксистом, для этого надо иметь санта управления, разрешение на работу именно таксистом, медкомиссию проходить каждый день. Так, вот это, вот это, мой дорогой, и упрощает. Слушайте, я не рекламирую. Знаете как, давайте сделаем так. Давайте попробуем, да? Давайте, ну, я вас не призываю, я не являюсь агентом ЮБРа. Мне как-то все равно. Я как, спасибо вам большое, не буду вас держать. Я просто как гражданин, как человек, который пользуется, ну, вернее, не гражданин, гражданин, все-таки социальное явление. Это будет последний звонок. Как человек, который пользуется, как юзер, как пользователь, я, естественно, думаю о том, как сделать, чтобы передвигаться по городу было удобно. Вот все, я, понимаете, меня больше ничего не интересует. Но, как ведущий, как человек, который исследует процесс, я очень забочусь о том, чтобы присутствие ЮБРа не нанесло удар, чтобы люди не остались без работы. Потому что вот эта легкость подключения к ЮБРу, она диктует, понимаете, она может откорректировать рынок труда. И многие могут потерять работу. Но я уже вижу некоторые, так сказать, ограничения. Ну, вот, например, наличие карточки, понимаете, банковской. Я напоминаю для тех, кто позже подключился, что расчет только банковской карточкой. Следовательно, люди, которые в основном пользуются наличными, а таких большинство, они будут пользоваться традиционным такси. У многих вообще банковских карточек нет. Слушаем вас. Доброе утро, пожалуйста. Доброго дня. Да, витаю вас, будь ласка. Пане Матвію, перше, коротко, подсумевайте ваше голосование, звичайно. Кто звонит? Андрій Киев, Андрій Киев. Да, будь ласка, Андрій. Дело в том, что УБР, звичайно, поднимет абсолютно новый уровень службы такси и такси, как вид предприемства. По-друге, попередній користувач, которому вы сказали, что он там салага и еще молодой, звичайно, он против такси УБР через то, что, от, верните внимание на вокзале в Киеве, таксисти, которые берут замовление, они же могут на неопытном какому-то користувачу и три, что я чеку назвать, и четыре, и сколько хочешь, правильно? А в УБР это будет неможливо. Там есть фиксована оплата за километр. Это первое. Это позитив, мальчик, что у вас не обедруют долитки. Долитки. Другой момент. Другой момент. Никакого терминала у вас. Для того, чтобы зарегистрироваться в УБР, или как клиент, или как водитель, вы привязываете уже в интернету свою карту. И поэтому, когда я приседаю до Матвія Юрьевича в машину и хочу, чтобы он меня перевез, то я в своем программе, в своем смартфоне нажимаю на кнопочку «Ок» и после того сразу же из моей карточки перераховываются деньги Матвію Юрьевичу. Оцей пункт для меня очень приятный, потому что мне перераховываются деньги. Я желаю, чтобы следующие пункты были такие же, чтобы мне что-то перераховывалось. И третье момент. Найважливый момент. Это качество такси. Я не знаю, как вы своими авторами користитесь, я так же, но дружина неодноразово замовляет такси, и, бува, приезжают и не качественные, и в техническом стане. Ну, а как на них впливать? Він приехал, ты поспешаешь, ты викликал такси, и все. Крапка. Тебе уже нужно ехать. Ну, конечно, конечно. А тут приезжает, грязная машина, не качественная вода. Давайте так, Андрію. Мені здається, що ви таємний, що ви є керівник Юберу, який приїхав, і який, значить, свой процентик иметь. Давайте иначе скажемо. Давайте повернемо трохи. Ну, ви вже будете тою людиною, яка закриває цю тему в нашем обговоренні. До речі, я вам хочу сказати наслідки голосування. 77% вважають, що це безумовна користь. 23, що ні. Значить, от дивіться. Давайте скажемо, не з точки зору приємного таксі, нормального костюма у нього, ну і так далі. Ну, ви розумієте, всі оці бла-бла-бла. У чому головна користь, на ваш погляд, соціальна користь? Скажемо так, ну, головна користь, а ви, як розумію, бачите, саме користь приходу Юбера в Україну? Ну, на завершення, якщо можна, щоб ви розуміли, кожен, коли їде з роботи додому в своїй машині, 4 вільних місця – це також площу, яку він може використати. Це перше. А взагалі це якість, нова якість перевозок в Україні. Ми, клієнти, ми хочемо платити за якість непослую. Дякую вам, велике спасибі. Спасибі. Значит, смотрите, щас ми уходимо. Спасибо вам за це обсуждення. Действительно, надо. Вот, очень важно, Андрей сказал, действительно, ты не бегаєш со своей карточкой. Ты один раз её зарегистрировал, точно так же, как ты на разных сервисах регистрируєш свою карточку, как в Ітюнзе или, ну, везде там, в Гугл-магазине и так далі. У тебя є твоя карта, она зарегистрирована, і ты только кнопку нажимаєш, і перечисляється деньги. Знаєте, почему я рад приходу Юбера? Я очень мало знаю Юбер, но мне нравится любая технологическая, а это технологическая, отлаженная технологическая новинка для потребительского рынка Украины. Я уверен, что все будут подтягиваться, хотя каждая страна имеет свою специфику. Поздравляю Юбер, который пришёл. Вот мы вам это рассказали. Будете ли вы этим пользоваться или не будете? Будете ли платить наличными? Будете ли вы бояться этого? Это уже ваше дело. Самое главное, что власть Украины не стоит преградой и не кричит «мы это не пустим», «шо это такое». То есть лоббистские группы в данном случае, а я уверен, они были, они не сработали. Кто выигрывает? Выигрываем мы, потребители. Пауза, и дальше переходим к дальнейшим новостям. Продолжаем. Спасибо вам за обсуждение.